Доброе утро, уважаемые друзья и коллеги, и добрый день тем, кто к нам подключается из региона, а такие у нас участники тоже есть, изучающие русский язык. И мы очень рады приветствовать вас на продолжении академических дней ОСЯН в осеннем семестре этого учебного года. Мы проводим эти мероприятия онлайн в силу понятных всех причин, но тем не менее не теряем надежды на то, что когда-нибудь мы наконец соберемся и все вместе, как обычно, мы это делали в предыдущие годы. Сегодня у нас необычное мероприятие, потому что все предыдущие лекции и дискуссии мы проводили на английском языке, чтобы могли поучаствовать наши лекторы из стран региона. Но сегодня мы говорим об уникальной стране Лаосе, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы пригласить мою коллегу, старшего товарища Елену Александровну Яковлеву, рассказать о том, как, собственно, зарождалась эта страна, и отметить, в общем-то, несколько юбилейных дат, о которых, я думаю, Елена Александровна еще не расскажет. Мне кажется, что Лаос, в общем-то, все страны уникальны, но Лаос уникален по-своему, и эта страна незаслуженно иногда обделяется вниманием. Мы хотим этот пробел восполнить. Мы очень рады, что наши коллеги, друзья, студенты откликнулись на вот такое предложение еще раз поговорить и вспомнить интересные исторические обстоятельства возникновения республики на Меконге, как Елена Александровна обозначила это в теме своей лекции. Ну и, собственно, я надеюсь, что всем будет интересно. Пожалуйста, если вы хотите задать вопрос, у нас работает чат, отправляйте этот вопрос или комментарий, который вы хотите сделать туда, и по итогам лекции мы постараемся учесть все вопросы и их каким-то образом артикулировать. Значит, ну еще, конечно, такой организационный момент. Пожалуйста, выключайте микрофоны, когда говорит лектор, и если у нас возникнет необходимость дать вам слово, если вы захотите задать вопрос, то, повторюсь, пожалуйста, присылайте в чат. Мы будем видеть, что есть такой интерес, и уже в сессии вопросов и ответов дадим вам возможность высказаться и что-то сформулировать, что вас интересует, может быть, больше, помимо обозначенного выступления. В нашем распоряжении полтора часа, и часть этого времени мы резервируем на выступление, и часть на вопросы и ответы уже по его итогам. Наверное, в общем-то, на этом организационные моменты заканчиваются. Я рада передать слово Елене Александровне. Пожалуйста, включайте микрофон и послушайте. Здравствуйте, уважаемые слушатели онлайн-лекций в рамках академических чтений, организованных Центром Асиан. Спасибо, Екатерина Валерьевна, за такое пространное представление. Действительно, сегодня речь пойдет о Лаосе. Ну, уникальная, конечно, страна, но, правильно, Екатерина Валерьевна говорит, все страны по-своему уникальны, но я бы хотела в своей лекции подчеркнуть не столько, может быть, уникальность, сколько неизбежное следование Лаоса тем императивом, которые сложились в биполярном мире и во многом результатом этого биполярного мира, и стало провозглашение 2 декабря 1975 года Лаосской народно-демократической республики. В общем-то, люди далекие от событий в Восточном Индокитае, особенно бурными они стали с 1965 года, когда Соединенные Штаты начали практически классическую войну против Вьетнама, введя первые подразделения своей морской пехоты в Дананг, думают, что, ну, было королевство, было так все тихо и хорошо, а потом раз и свергли короля и республика. К тому же страна ведь буддийская, страна Тхировады, а Тхировадский буддизм, он как раз очень ориентирован на монархический строй. Это все действительно так. Но еще раз подчеркиваю, пройдя через горнила испытаний, которые были подготовлены Лаосу конкретной ситуацией, сложившейся в Юго-Восточной Азии, конкретно в Восточном Индокитае, выход лаосского народа на республику мне представляется, ну, в общем-то, неизбежным. Касаясь сегодняшнего дня Лаоса, я должна сказать, что в целом вот те шаги, которые ЛНДР сделала уже после своего провозглашения, а именно решительное вступление в социалистическое содружество, далее, когда Советский Союз распался и, соответственно, резко сократился круг наших отношений, к величайшему сожалению. Нашему Лаос переходит на региональный уровень своей политики, сделав совершенно правильный, мудрый вывод о том, что надо вступать в Асиан. Это произошло в 1997 году, и я бы сказала, что именно в Асиан Лаос начинает обретать свою самостоятельную линию поведения на международной арене. Я уже не говорю о том, что о Лаосе стали больше говорить, потому что Лаос и с инициативами выступают они, и в очередной раз занимают кресло председателя этой организации. Но в целом Лаос вот с 1997 года – это государство региональное, которое пытается обустроить себя, используя рыночные механизмы глобальных экономических отношений, так же, как это делал и Вьетнам, и делает, продолжает, и Камбоджа, я уже не говорю о том, что все эти страны смотрели на Китай, а Китай, уж не могу не сказать на полях, смотрел на далекие времена Советского Союза, когда там был НЭП. Вот такая ситуация. Но, тем не менее, Лаос – это социалистическая страна. Социалистическая страна совершенно однозначна, так же, как, во всяком случае, по официальному декларированию ее руководства, так же, как Китай, так же, как Вьетнам. В 1991 году была принята первая республиканская конституция. Тогда уже в программе партии было записано, ну, это было записано еще в 1972 году, правда, но сохранялось в программе партии о том, что это страна социалистическая. Но в конституции лаосцы избежали этого слова. Слово социалистическое там относилось только к социалистическим странам. А в самом Лаосе слово «социализм» как цель развития был заменен прекрасным санскритским словом «процветание». А вот наступает 2003 год, когда ситуация в мире серьезно меняется, когда американцы бомбят Ирак, и когда вообще нужно сплачиваться во многом на идейной основе разным странам. Лаосцы принимают поправки, летом 2003 года принимают поправки к своей конституции, и слово «социализм» как цель развития там восстанавливается. В 2015 году конституция опять была поправлена, и очень сильно поправлена, но слово «социализм» осталось. Поэтому страна особого современного социализма, иногда его называют социализмом китайского типа, где огромную роль играет политика, воля и организующая роль партии. Вот такой страной социализм Лаос продолжает оставаться. Своей задачей, передо мной вообще непростая задача, объяснить, почему собственно республика, и почему страна оказалась достаточно успешной именно на этой стезе. Поэтому я решила сделать свою лекцию, в общем-то, сугубо исторической. Хронологически я собираюсь опираться на период с 1954 года, когда произошла Женевская конференция по Индокитаю, и все три страны Восточного Индокитая, Вьетнам, Лаос и Камбоджа, получили право международной правосубъектности. То есть настоящую независимость. В 1953 году французы даровали независимость целому ряду, вернее, всем трем правительствам, естественно, кроме правительства Демократической Республики Вьетнам, даровали независимость, но она была с большими оговорками, только Женевской конференции 1954 года эту независимость сделала международно признанной. С 1954 года таким образом и до 2 декабря 1975 года, когда Вселаосский конгресс народных представителей провозглашает Лаосскую народно-демократическую республику, ЛНДР, и предварительно при этом низложив монархию. Вот этим периодом я бы хотела ограничиться, но, естественно, с известными такими хронологическими попятнами движениями, для того, чтобы объяснить поведение тех или иных акторов и факторов в этот исторический период. Все-таки несколько еще оговорок я сделаю, таких технических. Вот говорят, Лаос – маленькая страна. Но давайте так не будем говорить. Лаос – не маленькая страна. Вот если мы сложим две Кореи, то получится территория меньше, чем территория Лаоса. Территория Лаоса – это 236,8 тысяч километров квадратных. Две Кореи поменьше. Это почти Великобритания. Там 244 тысячи квадратных километров с небольшим. Так что страна, когда говорят, что Лаос – страна маленькая, то я боюсь, что это скорее эвфемизм того, что Лаос – страна слаборазвитая. Ну, действительно, процветающей экономикой, высокотехнологичной экономикой, экономикой глубоко товаризированной, кстати, перед Лаосом стоит еще задача широкой товаризации своей экономики. Эту страну назад тянет достаточно серьезный груз натурального хозяйства. Сейчас я скажу, в чем здесь во многом дело. Вот я боюсь, что это скорее эвфемизм, такой вот слаборазвитости. Ну, действительно, в Лаос еще много предстоит рубежей преодолеть для того, чтобы стать страной развитой. Но, тем не менее, маленькая страна, она не маленькая по территории, она маленькая по населению. Это, вот, наконец, 19-го прошлого года, это 7 миллионов 323 тысячи, 323 тысячи, опять-таки, с хвостиком, человек. Ну, для такой большой территории это, конечно, небольшое население. Безусловно, перед руководством стоит задача стимулирования роста населения. Ну, получается, это не очень хорошо. Но, тем не менее. Но, пожалуй, главной задачей с далеких времен, во всяком случае, со времен вот этого самого 54-го года и до сегодняшнего дня с точки зрения демографии в Лаосе является то, что титульная нация, которая себя называет, этноним Лаосом, название Лао, она до сих пор не составляет или почти составляет, ну, статистические данные не всегда точные, половину населения страны. А вот вторая половина это самые различные национальные меньшинства. Кроме Лао, в стране проживают 48 различных наций, ну, не наций, пожалуй, народностей. Лаосцы хитро выходят из положения, они на английский язык это переводят ethnic groups. А на своем языке это, да, действительно, скорее народность надо переводить. И когда они говорят о лаосском народе, кстати, студенты очень любят это запоминать и декларировать, не просто наш народ, а наш многонациональный народ, буквально, лаосский народ, многочисленные нации народности. Вот. Так что задача создания национального сообщества внутри государства, задача налаживания эффективных отношений со всеми без изъятия национальными меньшинствами, они представляют, кстати говоря, кроме тайской языковой группы две еще и языковые семьи, так что разнообразие там очень большое. И не забудем о том, что Лаос страна горная, поэтому межэтническое общение, оно тоже непростое, оно не всегда бывает эффективным, даже не всегда мирным бывает. Вот. Так что, на мой взгляд, с точки зрения того, что держит Лаос, задерживает его развитие, это вот необходимость найти путь эффективного создания общенационального сообщества. вот, но надо сказать, что в целом в Лаосе, кстати говоря, партия придает этому огромное значение, это записано в Конституции, что за сжигание религиозной розни, межэтнической розни, караются соответствующие лица очень жестко. Партия делает очень много для того, чтобы в стране сохранялся межэтнический и межконфессиональный мир. И в целом можно сказать, да, это так. Но иногда можно в западной прессе прочитать, что там христиан обидели, что их там наказали за что-то, что их даже из домов выгнали. Я на этом останавливаться не буду, это отдельная тема. Дело в том, что христиане, особенно протестанты, это особый вопрос, и они связаны с международными неправительственными организациями, которые вот эту самую Конституцию нарушают, не объявляя себя религиозными организациями, они тем не менее занимаются проповеднической деятельностью, и в своей этой деятельности проповеднической они зачастую своих адептов разворачивают против существующего строя, правительства, ориентируют их на нарушение законов, например, не служить в армии, не выходить на общественные работы, не праздновать общегосударственные праздники и так далее. Так что тут все непросто тоже. Страна живет в преддверии своего очередного съезда. Съезд в Лаосе, да, действительно, так, как когда-то было в нашей стране, так, как сейчас, например, во Вьетнаме, в Китае, определяют развитие страны, определяют экономическое развитие, пятилетки, все это, как полагается, есть. Десятый съезд прошел в 2016 году, вот сейчас страна живет в преддверии своего одиннадцатого съезда. Я думаю, что мы узнаем из его материалов много нового и важного. Ну, возможно, у меня будет, да, ну, и несколько слов все-таки о наших отношениях. Да, после 91-го года наши отношения сильно упали, я бы даже сказала, где-то рухнули. Вот, но тем не менее, сейчас происходит интересные процессы. Я не собираюсь рассказывать об этом подробно, это не моя тема, но я приглашаю всех обратить внимание, во-первых, на визит Сергея Шойгу в январе восемнадцатого года в три страны Индокитайского полуострова Бирма, Лаос, Бирма-Мьянма, да, Лаос-Вьетнам, когда были заключены, не все было открыто, кстати говоря, для свободного доступа из того, что там говорилось, но во всяком случае был дан зеленый свет нашему военно-техническому сотрудничеству, которое не прекращалось, кстати говоря, министр обороны ЛНДР в беседе с Шойгу сказал, ну, в принципе, у нас нет проблем с переводом документации военно-технической, потому что у нас люди-то в основном с русским языком. Да, действительно, у нас обучается, основной контингент студентов лаосских, он в военных вузах у нас учится. Дальше хотела бы обратить внимание на то, что в 2018 году закончилась нашими специалистами очень серьезная операция по так называемому гражданскому разминированию. У нас есть такой комитет при Министерстве обороны по разминированию, который провел работы соответствующие в провинциях Сен-Куанг и Боликамсай. Это центральный лаос, особенно Сен-Куанг. Это плато Сен-Куанг. Это стратегически важный район. Он возвышен над основной территорией страны, поскольку там плато. Там шли жесточайшие бои в период войны. И там как раз больше всего мин. Поэтому, кстати говоря, наши саперы начали работать в Лаосе еще в далеком начале 80-х годов и проделали там серьезную работу. Но потом как-то вот это все было свернуто и к моей большой радости эта работа возобновилась и очередной этап вот он завершился в 2018 году. Ну и, наконец, совсем интересное событие. Прошли учения танковые, совместные, под красивым названием Ла-Рос, где отрабатывалась, ну как сейчас это принято во всем мире, борьба против каких-то организованных террористических организаций, взятия там террористического лагеря и так далее. Вот, что, естественно, подобные мероприятия очень сближают на таком простом человеческом уровне наших людей, что всегда было во время расцвета наших отношений в 76-м году, в октябре, кстати говоря, Леонид Ильич Брежнев как раз и провозгласил Лаос социалистической страной. С тех пор Лаос перевели в соответствующий отдел ЦК вместе с Вьетнамом, потом и Камбоджу туда присоединили, и Лаос, в общем, с тех пор квалифицируется как страна социалистическая. И отношения между нашими народами всегда были такие вот, кстати, так же, как и отношения между нами и вьетнамцами, очень какие-то такие комплементарные ну, видимо, тут много всяких факторов, но я бы хотела сказать, что прежде всего, когда мы рассматриваем эти отношения, нужно иметь в виду, что и наша страна переживала тяжелейшие войны, когда стоял вопрос о том, быть или не быть в стране. И Вьетнам, и Лаос тоже переживал тяжелейшие войны. Кстати, Лаос населению северо-восточного Лаоса и восточного Лаоса на территориях примыкающих к Вьетнам вообще было непонятно, почему на них падают бомбы. американские, в основном американские, но правда и королевская авиация тоже бомбила. Но во всяком случае вот эта военная память, память о военных лишениях и о победах, которые одержаны были в этих жесточайших военных испытаниях, она, конечно, закладывает основу серьезного взаимопонимания и серьезной культурной комплементарности. Ну, а теперь к, собственно, тому, что я хотела сказать. 54-й год в истории Лаоса это год деколонизации, как я уже сказала, деколонизации от французов. С 93-го года Лаос была последней из трех стран Восточного Индокитая, которая французами была включена в состав своей единой Восточной Индокитайской колонии под названием Индокитайский Союз. Причем любопытно, что в отличие от Вьетнама и Камбоджи договор заключался даже договор заключался не с монархом, а с сиамским правительством, потому что французы никак не могли найти, а где же собственно государство в Лаосе. В самом деле лаосцы подошли к французской колонизации в очень, будучи на очень слабых позициях в отношении стратегии дальнейшей борьбы за независимость страна утратила свою государственность и только на севере Лаоса оставалось очень слабое королевство Ланбхабанг. Вот короля этого королевства Ланбхабанг французы собственно и сделали общелаосским королем, кстати говоря он не очень этого хотел, он прекрасно понимал, что лаосцы его в качестве общелаосского никогда не признают. Осмелюсь сказать, что к 75-му году, когда эта монархия была, изложена в лице его потомков, лаосцы так и не признали этого короля общелаосским, потому что на место общелаосского короля претендовал монарх другого центрально-лаосского государства по имени Аннулу Талат полное имя, лаосцы его называют Аннувонг, который был вместе со всеми своими родственниками, которых удалось найти, был уничтожен Сиамцин, поскольку он попытался провозгласить независимость от Сиамского королевства и установить равноправные партнерские отношения с Бангкоком. Сейчас во Вьентьяне на набережной стоит скульптурное изображение этого монарха, которого лаосы очень чтут, к нему, к его судьбе и вообще к эпохе Аннулу Талата, это 20-е годы, вернее, первая четверть XIX века приковано исследовательское внимание в Лаосе. Так вот, этот король, он действительно имел шанс претендовать на то, чтобы стать общелаосским королем, поскольку эффективно собирал лаосские земли. А Луан-Бхабанский король нет. Наоборот, перед лицом собирательской деятельности Аннула Талата Луан-Бхабанский король вел себя далеко не всегда патриотически. Что же было решено в Женеве в отношении Лаоса? Ну, во-первых, в заключительной декларации этой конференции было сказано, что участники конференции, она проходила на уровне министров иностранных дел, принимают во внимание заявление лаосского правительства о желании проводить нейтралистскую политику, не присоединяться ни к каким военным блокам, не иметь у себя на территории военных баз иностранных. Далее идет очень важный пункт, который был учтен в заключительной декларации, это то, что всеобщие выборы, которые несколько конференций для Лаоса и Камбоджи наметила на 1955 год, а для Вьетнама на 1956 год, должны пройти при полном соблюдении гражданских прав и не преследования ни персонального, ни коллективного, тех, кто участвовал в вооруженной борьбе под знаменем фронта свободного Лаоса, ФСЛ. Иногда фронт освобождения Лаоса, ФОЛ, его аббревиатура, но правильнее, конечно, ФСЛ. это организация, созданная в 1950 году, председателем ее стал принц Суфану Вонг в западной литературе, очень известный как Красный принц, потому что действительно он, еще обучаясь во Франции, заинтересовался социалистическими идеями, а потом, познакомившись с Хо Ши Мином, он просто стал членом коммунистической партии Индокитая, стал принцем коммунистов. Это, кстати, говоря к вопросу о том, что социализм лаосскому народу не навязывали. Его общество разделилось, причем, что самое главное, в хироватских странах политически активно традиционно именно элита, именно элита разделилась в Лаосе, и среди нее появились представители, убежденные в том, что, да, вот будущее Лаоса и средство вытащить его из глубокой отсталости, это действительно социализм, это социализм на путях близких союзнических отношений с Вьетнамом, а дальше там с Китаем, с Советским Союзом. Дальше еще очень важный пункт, который был учтен Женевской конференции, это то, что для в ожидании включения в состав королевских вооруженных сил вооруженные силы фронта спасения Лаоса ФСЛ отводятся на северо-восток Лаоса в провинции Фонг-Сали и Хуапхан. Это было очень важно и на этом не случайно настаивали, наставила вьетнамская сторона, поскольку ситуация, несмотря на то, что Женевская конференция 1954 года, как представляется, приняла оптимальные решения в условиях биполярного мира, наверное, лучших решений принять и невозможно было. Но вьетнамцы были многими положениями недовольны. Сейчас об этом я говорить не буду. Фан Ван Донг выступил на Женеве, глава делегации. Пример-министр впоследствии Вьетнама выступил с заявлением на Женевской конференции, в которой очень явственно прозвучало то, что с одной стороны мы приветствуем вьетнамской стороны решения Женевской конференции, а с другой стороны мы слабо верим в то, что объединение Вьетнама, которое должно в 1956 году пройти через всеобщие выборы, состоится без борьбы. Вот это вот слово, что мы сомневаемся в том, что у нас все получится без борьбы, Фан Ван Донг подчеркивал, и не зря действительно уже была масса наблюдений о том, что за выполнение Женевских соглашений придется бороться. Не случайно вот в наших следовательских работах совершенно правильно формулируется вот этот период после 1954 года борьба за выполнение Женевских соглашений. Поэтому сохранение вооруженных сил это всего два батальона было у ФСЛ до момента, когда королевская администрация будет готова на действительно законных основах в соответствии с Женевским соглашением интегрировать эти два подразделения в состав правительственных вооруженных сил, это было совершенно правильно. Да, и еще, конечно, создавалась международная контрольная комиссия из, тоже очень мудро было, из представителей Канады, Польши и Индии. То есть здесь были учтены основные тенденции глобального развития в лице представителей этой комиссии. Она сделала очень много полезного для выполнения Женевских соглашений 1954 года по всем трем странам Восточного и Индокитая, а потом, когда в 1962 году была проведена и специально по ЛАОСу конференции тоже была создана международная контрольная комиссия, она тоже очень много полезного сделала в заботе о четком соблюдении положений соглашений соответствующих Женевских конференций. Ну, как я сказала, решения в Женеве в 1954 году были приняты оптимальные, и все было бы хорошо. И история не терпится слагательного наклонения, но надо думать, что в принципе, если бы все соблюдали эти соглашения, ну, как минимум, гражданской войны, причем такой ужасной, когда на одного жителя потом подсчитали, на одного жителя малонаселенного Лаоса, это сейчас 70 с лишним миллионов, тогда это было 3 с небольшим миллиона, упало по тонне железа, так сказать, с неба. Вот, кстати, не все взорвалось, и вот не случайно проблема разминирования так остро стоит. Вот такой страшной гражданской войны, скорее всего, удалось бы избежать. Тем более, что, вот я говорила, что Лаос пришел к, подошел к колониальному периоду таким вот раздрубленным, несобранным, но с другой стороны, это в общественном сознании, если можно так назвать, феномен, трудноприложимый к 18-19 веку, стремление к национальному единству было очень ярко выражено. На то есть целый ряд причин, на которых, к сожалению, останавливаться у меня нет возможности, но только я скажу, что есть целый ряд, может быть, даже не косвенных, а прямых подтверждений этого стремления. Вот как только лаосам давали возможность друг с другом поговорить, они довольно быстро договаривались. В 1945 году один из активных, политически и патриотически настроенных принцев, лонбхабанских, принц Пхет-Салат, очень быстро собрал лаосские земли. Кстати, вот говорят, Франция, там она вроде бы спасла лаос от сиамской экспансии, от поглощения сиамом, она объединила лаос, она цивилизовала лаос. Ну, вы знаете, опять-таки у меня нет времени на это, но на все три пункта я скажу нет. К моменту прихода французов вот сиамцы, они все пытались интегрировать лаосские земли в сиам, но делали они это с, скажем так, с 1829 года, но до 1893 года они этого так и не сделали эффективно. На то не было достаточно демографического, военного, экономического потенциала тогдашнего сиама. Поэтому французы пришли, разделили сиам и лаос по Меконгу, что никогда не было принято вообще в международных отношениях на полуострове делить по рекам. И, в общем-то, то, что французы сделали из лаос, они ему сохранили левый берег, ну, с небольшими территориями на правом берегу, на севере и на юге. Вот. Поэтому здесь все очень сложно. А тем более Франция не собирала лаосские земли. И какой-то такой единой администрации для всего Лаоса так до конца ее пребывания колониального в Лаосе она и не создала. Ну, правильно, зачем? Колонизаторы и чужеземные правители приходят для того, чтобы властвовать, разделяя, что, собственно, и было сделано. Объединить страну могут только националы. Что происходило на политическом ландшафте, как выглядел политический ландшафт Лаоса после Женевской конференции? На посту пример министра принца Ивана Фума. Это младший брат, упомянутого мной уже собирателя лаосских земель, принца Пхет Салата, который был, естественно, патриотом Лаоса, несмотря на то, что был европейски образованным человеком. В дальнейшем ему это очень помогло. Он умудрился организовать прекрасные отношения со всеми сильными мира сего, и в капиталистическом мире, и потом, и в Китае, и в Советском Союзе. То есть человек, ну, что называется, политик божьей милостью. И, кроме того, убежденный сторонник нейтрализации. Нейтрализма Лаосского. Ну, конечно, и официальные власти Лаоса, и нынешние, и немножко пораньше, и в 75-м году, и до этого, они обвиняли Сувана Фома в том, что его нейтрализм был непоследовательным. Более того, его обвиняли в том, что вот в мае 64-го года начались бомбардировки американские северо-восточного Лаоса, и вроде бы Сувана Фома их санкционировала. На самом деле ситуация была сложнее. Сувана Фома не санкционировал, конечно, бомбардировок своей родной страны. Он санкционировал разведывательные полеты американской авиации, потому что американцы узнали о том, что вьетнамцы расставляют в северо-восточном Лаосе свои зенитки. Потому что от северо-восточного Таиланда до Ханое в 60-х годах, в общем, ситуация уже напряженная, по прямой линии это самый короткий путь. Северо-восточный Таиланд, там такой Удон, Удон, по-моему, правильно, Удон-Тани. Там был крупный аэродром военный, американский. По прямой как раз вот через эту территорию Лаоса хорошо летать и бомбить Ханое. Вьетнамцы, народ стратегический мыслящий, они готовились заранее. Американцы увидели эти зенитки, стали посылать наряду с разведчиками своими воздушными и бомбардировщиков. И, естественно, стали уничтожать вот эти вот установки. Ну и вот так вот началась даже раньше, чем собственно, после танкинской провокации в августе 64-го года воздушная война против Лаоса. Ну и еще обвиняли Суванову в том, что он непоследовательный в проведении своей нейтралистской политики. Ну попробуйте сесть в его кресло и попробуйте править страной вооруженные силы, которые финансируются Соединенными Штатами. Кип национальной валюты Лаоса поддерживается благодаря финансовым вливаниям Соединенных Штатов. Соединенные Штаты взяли, как говорится, на свое содержание, я бы так сказала, недосозданных французами компрадоров, и особенно они привечали целый ряд лаосских военных, высшего звена в королевских вооруженных силах, платя им огромные жалования, и, кстати говоря, кстати, лаосская армия королевская, она была наемная, и солдаты, и офицеры оплачивались, и солдат получал огромное жалование, которое не могла, конечно, платить лаосская экономика, это все платилось, как я уже сказала, из американских фондов. Вот попробуйте в такой стране быть последовательным нейтралистом, поэтому, да, действительно, Сувану Фума где-то отступал, где-то он отказывался от переговорных процессов с представителями этого же самого фронта национального фронта свободного лаоса, который, кстати говоря, возглавлял Красный Принц, я уже упомянула, Сувану Вонг, его младший брат, сводный, правда, спецсалатом они были родными, а вот Сувану Вонгом они были сводными братьями, но надо сказать сразу же, что между тремя братьями существовали совершенно потрясающие отношения взаимной любви и теплоты, что вообще между, все они политическими деятелями стали, Сувану Вонг, вообще были разведены по разным лагерям противобоз, но надо сказать, несмотря на то, что шла война, воевали вооруженные силы, но между братьями так или иначе при удобном случае контакты все время возобновлялись. Вот это, кстати говоря, и стало одним из таких залогов того, что в Лаосе, в отличие от других стран, были созданы целых три правительства, коалиционных правительств национального единства, в которые вошли представители всех трех сил политических в этой стране. нейтралисты во главе с Увана Фумой, лево демократические силы во главе с Уваном Вонгом, которые ориентировались на Вьетнам, естественно, и так называемые правые, которые ориентировались на преимущественную опору на Соединенные Штаты. Кстати говоря, вот среди правых там были разные люди, там были и люди, которые, в общем, считали себя патриотами, но они считали, что Лаос маленькая и слабая страна, и она вот в период колониализма она на Францию опиралась, а теперь нужна какая-то большая страна, на которую Лаос должен опереться. Был там такой деятель Катай Дон Сасулит, который, например, министерское кресло занимал несколько раз. Он так и говорил, что Лаос должен либо опереться на Соединенные Штаты, либо погибнуть. Поэтому всех подряд назвать марионетками я бы не решилась, хотя чистые марионетки там были. Например, такой деятель как Фумин Саван, но это человек беспринципный, это человек даже близко не подходящий к какому-то национальному проектированию. Сесук на Чемпасак, Буном на Чемпасак, это вот представители Южного, Южно-Лаос Королевской Династии. Это люди, которые, ну, в общем-то, хотя Буном, может быть, он как-то пытался все-таки стать национальным мыслящим деятелем, но, наверное, не успел. Вот он в начале 70-х годов, уже перед Третьей коалицией, когда явно решалась судьба Лаоса в сторону, явно левую, вот он очень заботился тем, чтобы наладить персональные отношения с Советским Союзом. Вот поэтому там, конечно, надо еще разбираться. но, и еще раз повторяю, и откровенные, и продажные люди там существовали, и из их среды не случайно американцы находили и наемных убийц, руками которых они действовали неоднократно, их жертвами падали деятели высокого ранга в правительстве Королевского Лаоса. И тем не менее, да, так вот, завершая вот этот вот, завершая свою оценку Сувана Фомы, я бы хотела привести цитату, как ни странно, Хо Ши Мин, который сказал потрясающую фразу, правда, он сам говорил, что он цитирует древнекитайских мыслителей, терпение – это не слабость, а это способ борьбы. Вот для Сувана Фомы, который к Хо Ши Мину относился, конечно, не в симпатии, хотя и без антипатии, он вступал с ним в переговоры и в 56-м году, и в 62-м году и с Китаем, и с ДРВ были установлены дипломатические отношения именно при Сувана Фоме. Но вот, тем не менее, на мой взгляд, как ни парадоксально, вот эта вот любимая фраза Хо Ши Мина, она очень хорошо приложима к жизненному пути Сувана Фомы. И тем не менее, да, на стремление королевского правительства Лаоса во главе с Сувана Фомой выполнять женевские соглашения, американцы ответили жестко, ответили убийством министра обороны, члена делегации в Женеве, Кова Равонга. Наемный убийца так и не был найден, но были поссорены при этом два крупнейших клана вьянтиянских. Это, надо сказать, один из способов действия США в Лаосе вот наряду с жестким, жесткой линией в отношении леводемократических сил, вплоть до того, что они на переговорах с, ну, с Ивана Фомой об этом говорить было бесполезно, он все равно бы не согласился, с другими премьер-министрами, они откровенно говорили, что давайте переходите к более жестким мерам в отношении ФСЛ, ФСЛ, а потом в 56-м году уже возникает ПФЛ, более известный современным политикам во главе с тем же самым принцем Суфану Вонгом. Американцы говорили, давайте пожестче с ними действуйте, и мы вам поможем, в том числе можете опираться на мобильные силы США. Вот что они под мобильными силами подразумевали, они не раскрывали, но во всяком случае посулы были самые серьезные. Вот жесткая линия в отношении леводемократических сил, установка на то, чтобы рассорить кланы лаоские, а в Лаосе очень много разных кланов, и вот метод вот такой жесткий политических убийств. Вот так вот действовали американцы. Ну, должна вам, должна, я чувствую, что время мое приближается уже к чему-то такому. еще у нас чуть-чуть есть к концу, ближе, да, я должна сказать следующее, возможно, предвосхищая вопрос. Ну, а как коррелируется то, что происходило в Лаосе вот в деле отстаивания своего права на независимое развитие с той борьбой, которая происходила во Вьетнаме за собственное соединение страны? Ну, я должна сказать самым тесным образом. Вообще, история Лаоса с 54-го года, она тесно связана с историей Вьетнама. И все те события, которые происходили во Вьетнаме, они будут понятны только тогда, когда соответствующий исследователь познакомится с тем, что происходило во Вьетнаме. Вот там можно прямо по календарю смотреть, вот какое-то важное событие во Вьетнаме. Например, начали прокладывать тропу Хо Ши Мина. Это май-июль 59-го года. Сразу же в Лаосе ответ создается соответствующая организация, которая фактически доводит дело до того, что изгоняет законное правительство из Вьетнана. Обстрел Вьетнана, в том числе через Меконг со стороны Таиланда. Законное правительство вынуждено покинуть столицу. Дальше, в том же самом 59-м году, пока я не буду об этом говорить, во всяком случае нужно все это соотносить с тем, что происходило во Вьетнаме. И сразу же возможный вопрос, но они являются ли лаосцы просто какими-то страной, которая действовала под диктатом из Ханое? Я скажу совершенно ответственно нет. Дело в том, что да, действительно Вьетнам имел со времени образования Вьетнамской империи 1802 год очень серьезные интересы в Лаосе и в Камбодже тоже. Лаос и Камбоджа для Вьетнама это зона обеспечения национально-государственной безопасности. Так было всегда, так остается до сих пор. С одной стороны. С другой стороны, американцы, которые боролись под лозунгом антикоммунизма, в Азии, в том числе в Юго-Восточной Азии, они смотрели на Лаос как на территорию, как на плацдарм, с которого удобно бороться против вьетнамского коммунизма, который они огульно считали продолжением китайского коммунизма, что совершенно не соответствовало действительности. Поэтому, если уж совсем к сухому остатку подходить, да, и вьетнамское руководство, боровшееся за воссоединение своей страны, и американские, без привлечения агрессоры, потому что они вели себя именно как агрессоры, рассматривали Лаос как территорию. У Игоря Ильинского, нашего весьма известного журналиста, кстати, нашего выпускника, Мгимовского, есть небольшая брошюрка, давно она была издана, под названием «Огненный коридор». Речь идет о Лаосе. Действительно, образ очень точный. Страна попала вот в такую огненную воронку, связанную с войной во Вьетнаме, из которой ей пришлось выпутываться. И я бы поставила вопрос так, а дано ли было Лаосу, если он хотел из этой воронки выпутаться, что-либо, кроме тесного союза с Вьетнамом? Сейчас с Вьетнамом современный Лаос объединяют отношения особой солидарности. Вот с Китаем это всеобщие прочные договоренности стратегического партнерства и традиционные отношения. А с Лаосом там тоже развернутая фраза, но ключевое слово это особая солидарность. Вот было ли Лаосу дано что-либо другое помимо этого? Вот эти три кольцонных правительства, они создавались в Лаосе при безусловной поддержке из Ханое. Потому что до середины 60-х годов, когда пока не началась собственно агрессия прямая Соединенных Штатов в Южном Вьетнаме и системные, систематические бомбардировки Северного Вьетнама. Вьетнам был заинтересован в том, чтобы два коалиционных правительства состоялись и в том, чтобы поддерживался и монархический строй, коль скоро он проводит политику нейтралитета. Но дело в том, что по мере того, как война во Вьетнаме все больше и больше драматизировалась, драматизировалась ситуация и в Лаосе. И если до 62-го года, когда было создано второе кольцонное правительство, руководители этого правительства говорили о том, что мы действуем на основе Женевских соглашений 54-го года по Восточному Индокитаю и 62-го года по Лаосу, то в конце 60-х годов, когда особенно драматической стала война во Вьетнаме, вспомним 68-й год генеральное наступление на ТЭД, дальше 72-й год, второе генеральное наступление на ТЭД, в котором американским вооруженным силам был преподнесен очень ощутимый болезненный урок. Я не буду останавливаться подробно. Вот в эти времена на рубеже 60-х, 70-х годов ПФЛ уже заявляет о том, что да, на основе этих соглашений, но с учетом политических реалий, сложившихся в Восточном Индокитае. То есть иного пути к завершению вот этой вот бушующей на Востоке Индокитайского полуострова войны, нежели союз с Вьетнамом, видимо, просто не было. И, наконец, третье коалиционное правительство. Да, надо сказать, что вторая коалиция, она закончилась, ну, она закончилась так же, как и первая коалиция, она пала в преддверии первой коалиции, как я сказала, был убит министр обороны, а вторая коалиция закончилась убийством министра иностранных дел. А в 64-м, в 63-м году был убит министр иностранных дел королевского правительства, а в 64-м году ПФЛ уже заявляет, а ЦК ПФЛ заявляет о том, что он больше не считает правительство Сувана Фомы коалиционным, и дальше уже вопрос нужно ставить о том, чтобы бороться за новую коалицию на новых условиях. Вот на новых условиях, и она была создана в новых совершенно условиях. 73-й, 27-е января 73-го года подписание соглашения о прекращении войны восстановления мира во Вьетнаме в Париже, и меньше, чем через месяц позже, 21-го февраля того же года, подписано соглашение во Вьетнаме о прекращении войны и достижении национального согласия в Лаосе. Вот обратите внимание, какое название этого соглашения. И достижение национального согласия в Лаосе. То есть, с одной стороны, война, а с другой стороны, неукротимая, неистребимая тенденция к достижению национального согласия. Но времена изменились, и военные победы, оплаченные кровью, они, естественно, превращались в политическое орудие. И поэтому, если первые две коалиции, они были, в общем-то, в основном под эгидой королевской, в янтянской стороны, королевской, того, что называлось королевским Лаосом, то третья коалиция, она уже была другой. В рамках этой коалиции, которая была создана в 73-м году, создавались два органа, временное правительство национального единства, опять-таки, название, и национальный политический коалиционный совет. Вот обратите внимание на этот национальный политический консультативный совет. Его возглавлял принц Суфану Вонг, а временное правительство национального единства, естественно, Суфану Вонг. Отношения, хотя они были равноправными, там количество представителей от всех сторон, от всех трех сторон было одинаковым, но, тем не менее, все решения, которые принимала коалиционная правительство, они сначала разрабатывались в рамках национального политического коалиционного совета, который, естественно, тесно сотрудничал с Вьетнамом, который шел к своей окончательной победе 30 апреля 1975 года, когда в военном отношении страна была воссоединена. Поэтому, вот как я начала лекцию, надо смотреть на события в Лаосе в жесткой привязке к тому, что происходило вокруг него. Только тогда мы поймем, почему особое отношение, отношение особой солидарности. Ну, только ли Лаос является верным союзником Вьетнама и, ну, уж прям совсем никаких своих национальных расчетов в деле укрепления отношений с Вьетнамом в Янтьян не имеет. Ну, конечно, имеет. Ну, в военном отношении Лаос, при всем моем уважении к лаосским вооруженным силам, вообще, лаосские военные, это совершенно, ну, извините за такое слово, очаровательные люди, очень контактные. Все те, кто работал переводчиком с ними, только это подтвердят. Но, тем не менее, вооруженные силы Лаоса, конечно, слабые. И самостоятельно защищать себя страна не может. Только прочный политический, государственно-политический союз с Вьетнамом тому гарантия. Не случайно, опять-таки, припоминая то, что я говорила в начале лекции в 2003 году, восстановлено слово социализм в отношении Лаоса в конституции, именно с расчетом на то, что Лаос еще теснее сплачивается с Вьетнамом и с Китаем. Прежде всего, с Вьетнамом, конечно. Ну и самое последнее, пожалуй, Екатерина Валерьевна, я уже в свое время исчерпала, самая последняя мысль, которую я хотела бы озвучить. Ну а что с вот этими вот самыми правами, которых так называли, точнее называть их, наверное, компрадорскими, компрадорской частью Лаосской элиты, что с ними произошло? И какое национальное единство, если не вся Лаосская элита в нем участвует? Но дело в том, что правые в мае 75-го года Фуминусаван, представители семейства Натям Пасаков, Бунома, они сами покидают Лаос не случайно в мае, потому что 30 апреля взят Сайгон, все ясно, что ситуация уже сильно меняется на востоке Индокитайского полуострова, они, как правило, через Меконг бегут в Таиланд с тем, чтобы потом рассеяться по миру, кто-то в Соединенных Штатах, а сел кто-то во Франции. Во всяком случае, они уходят из Лаоса, и я бы так сказала, они уходят не только потому, что они опасались за свою собственную жизнь, правильно, опасались, но потому, что они были не приняты лаосским народом. И вот судьба монархии, да, почему республика, а не монархия? Ну, как я уже говорила, луанбхабанский король изначально это не король всех лаосцев, с одной стороны. С другой стороны, он король, поставленный французами, да, а в тхироватских странах, вообще-то, ну, везде монархия, это сакральный институт, а в тхироватских странах, это, я бы осмелена сказать, это особо сакральный институт, если он поставлен чужой рукой, чужеземный, то это совсем не годится. Вот, поэтому вот такое отношение у лаосцев к луанбхабанской династии было очень сложное. Поэтому вот такое жесткое низложение монархии, оно оно было, в общем-то, к этому вело развитие событий в Лаосе. Хотя о последнем королеву Саванги в Атхане, ну, наверное, не нужно говорить только в отрицательных так сказать, тонах. Он очень неплохо относился к нашей стране. Достаточно сказать, вернее, не достаточно, а следует сказать, что наш художник Илья Глазунов, он специально приехал в Лаос по приглашению и написал портреты Читы Королевской и Наследного принца. Ну, в своей такой специфической глазуновской манере, со специфическими глазуновскими глазами, но похоже. Он очень интересовался нашей классической литературой золотого века. Толстой, Тургенев, Чехов, Достоевский. Эти книги он постоянно читал в переводе. Естественно, он в совершенстве владел французским языком, поскольку учился во Франции. Кстати, он во многих случаях поддерживал Сулана Фуму, но как политическая фигура он, конечно, был значительно менее слабым в связи с теми еще и обстоятельствами, которыми я упомянула, чем Сулана Фума. Поэтому, как бы он, ну, вообще-то, хироватскому монарху полагается стоять вне, над схваткой. Вот. Он все-таки стоял вне политического процесса, но, с другой стороны, обвинение в том, что он был проамериканцем, что он, что американцы его подкупали. Американцы всех подкупали, в том числе и Красного принца Фану Вонга, они кого только не подкупали, денег у них много всегда было. Вот. Но другое дело, что никто из названных мной на это не подавался, в том числе и Король. Вот. Поэтому, вот я бы так сказала, что процесс исторический на сегодняшний день вывел Лаос на достаточно перспективные позиции. Член ОСЕАН, уважаемый, уважаемое государство, член ООН вообще с 55-го года, давайте пожелаем в этот юбилейный день лаосскому народу процветания и достижения всех тех целей, которые он ставит перед собой. Поздравляем всех лаосцев вообще и в частности представителей дипломатического корпуса лаосского во главе с товарищем Сивен Пьетом с этим большим праздником. Это действительно большой праздник. Кстати, в этом году и партия-то празднует свое 55-й год, да, 65-летие, да, если я что-то у меня с арифметикой плохо. Вот, во всяком случае, 20-й год это тоже юбилейный для партии год. Вообще, там сплошные юбилеи для лаос. Поэтому пожелаем, чтобы приподнятая атмосфера юбилейных дней повлияла стимулирующе и на результаты предстоящего 11-го съезда правящей партии и дальнейшая судьба лаоса была только мирной и только созидательной. Спасибо за внимание. Ирина Александровна, спасибо вам большое. Абсолютно, мне кажется, очевидно, что за вот этим нашим часовым разговором еще многое-многое не сказано. И хорошо, с другой стороны, что у нас остается некоторое время для вопросов и комментариев. У меня тоже, конечно, появились вопросы. Но сначала я дам слово Виктору Владимировичу Сумскому, который вот тут сделал заявку в чате. Только намечу пунктиром идеи, мысли, которые у меня лично возникли в ходе лекции Ирины Александровны. Конечно, огромное количество проблем стояли перед Лаосом. И национальное проектирование, даже не проблемы, а вызовы, какие-то угрозы, риски. И развилки совершенно невероятны для, ну я не скажу маленькой страны, но для страны даже гораздо более сильные и состоявшиеся государства, может быть, такие вызовы не всегда могли с достоинством на них ответить и вынести. Соответственно, вот дилемма национального развития, по какому пути пойти, связь Лаоса с Вьетнамом, взаимовлияние этих процессов, тоже очень, мне кажется, огромный такой содержательный вопрос. И, конечно, роль монархии, потому что я занимаюсь профессионально Таиландом, но среди нас еще и те, кто интересуется Камбоджей, вот эти три страны с монархическими традициями, но совершенно разными траекториями их развития. Это, конечно, тоже, мне кажется, отдельная очень интересная тема. Но, Виктор Владимирович, хотел бы сказать несколько слов о тематике нейтралитета и нейтрализма. Пожалуйста, если еще возникают вопросы и комментарии, отправляйте заявки в чат, мы дадим слово дальше. Пожалуйста, Виктор Владимирович. Спасибо, Екатерина Валерьевна. Елена Александровна, огромное спасибо за замечательную лекцию, в которой, мне кажется, идеально для того временного отрезка, который вам выделен, соотносятся какие-то темы общие, сквозные, не только для Лаоса, но и для всего региона, вообще, в каком-то смысле и для современного мира, и вот та страновая специфика, которая, собственно говоря, делает Лаос неповторимой. О чем мне хотелось бы вас спросить, ну и в то же время сделать несколько своих замечаний на эту тему. Совершенно очевидно для меня, что вот эта сквозная тема, выводящая нас в этой лекции за пределы Лаоса, это тема нейтралитета и нейтрализма. Нейтрализма как определенного рода политической философии и нейтралитета как практики, как практики соответствующие этой философии. Тут я сказал бы, что гораздо проще обосновать необходимость нейтралитета, чем выдержать эту линию на практике так, чтобы это действительно воспринималось всеми заинтересованными сторонами как некая средняя линия между теми политическими величинами или обстоятельствами, между которыми нужно выдержать равновесие. И вы привели массу аргументов в пользу того, что нейтралитет в случае с в лавовском случае завершился так, как он завершился. Установлением республики, приходом к власти тех сил, которые вы обозначаете как левые, которые, собственно говоря, в этом контексте левыми и были. Но вот, допустим, соседняя страна, Камбоджа, где тоже ведь была официально провозглашена политика нейтралитета. Смотрите, каким разительно не совпадающим с лавовской развязкой, так сказать, моментом это все привело, если говорить о режиме Красных Кмеров. Почему я обращаю на это внимание? Потому что сейчас в момент, когда в мире нарастает, и в регионе, и в мире нарастает вот этот элемент биполярности, и когда многим странам приходится как-то к этому моменту адаптироваться возникает, возникает по существу тема нейтралитета и нейтрализма. Но сейчас это называется, как мы знаем, многовекторностью в некоторых случаях. Вот мой первый вопрос такой. Видите ли вы некую глубинную связь между тем нейтралитетом и нынешней многовекторностью? Это одно. Второе. Вот если спроецировать эту тему на регион, на АSEAN, конечно, наиболее болезненная проблема сегодня не только для Лаоса, но и для его соседей, это как позиционировать себя между Соединенными Штатами и Китаем в ситуации их нарастающей конфронтации. Но общаясь с нашими партнерами и собеседниками в регионе мы от разных от представителей разных стран и в каком-то смысле разных мировоззрений слышим один и тот же ответ. Но невозможно сделать вывод в пользу одного или в пользу другого. Надо двигаться посередине. Но это ответ, который, я бы сказал, в течение столетий давали эти страны на всякого рода попытки завладеть ими, поставить их под контроль, манипулировать ими и так далее. Мой очень простой вопрос. А эта политика хороша на все времена и для всех эпох, и для всех регионов или все-таки как и любая другая политика она подлежит модификации связанной с тем против кого именно и в каких именно обстоятельствах нужно маневрировать и выстраивать вот эту самую среднюю линию. Но и хочу еще раз подчеркнуть то, о чем я уже сказал. Есть примеры, когда эта политика результативна и выглядит убедительно. Но ведь есть примеры, когда эта политика, выглядевшая очень убедительно на протяжении допустим нескольких десятилетий, потом оборачивалась совершенно не теми результатами, которые были бы желательны для тех стран, которые этому следовали. Но кроме примера Камбоджи привел бы пример Югославии. Вот просил бы вас прокомментировать с позиции вашего опыта и вашего проникновения в эту тему то, о чем я сказал. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Владимирович, за что я глубоко уважаю в частности. Вообще я уважаю очень глубоко Виктора Владимировича, но в частности за то, что он легких вопросов не задает, пробуждая наше исследовательское мышление. Вы знаете, Виктор Владимирович, вы угадали, я действительно все время держу в уме вот эту проблему лаосского нейтрализма как философии и нейтралитета как политической практики. С точки зрения геополитической лаос, конечно, предрасположен к тому, чтобы проводить нейтралистскую политику. Достаточно посмотреть на карту. 18 век, 1782 год в Таиланде приходит власть династия Чакри, а, как я уже говорил, в 1802 году в Вьетнаме династия Нгуэнов два центра силы образуются на полуострове, между которыми нужно как-то... В те времена, кстати говоря, эта политика, она выражалась в двойном даничестве. Вот, кстати, и лаосцы, и хмеры, они с разной степенью, так сказать, регулярности, постоянства практиковали вот это вот двойное даничество в отношении к своим западному и восточному соседу. Вот, а дальше наступают времена колониальные, когда всякая, так сказать, самостоятельная политика отменяется, а потом вот Женева и поиск какого-то своего пути, на международной арене. Вот, я должна была, хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что с первых шагов самостоятельных, вот конференция еще не закончилась, а правительство во главе с Ивановомой Королевской, Лаосской, оно уже заявило о том, что мы хотим проводить политику нейтралитет. То есть, своим политико-культурным развитием страна была готова именно к такой, к такому решению, и именно это считалось единственно возможным. Не забудем о том, что Тхировада, вообще буддизм, Тхировада в частности, подразумевает срединный путь, как путь единственно правильный, как путь, который только или еще можно назвать истинным. Кстати, восьмеричный путь, его второе название, это срединный путь. Поэтому на уровне сознания, подсознания и так далее, вот этот религиозный фактор, он тоже, конечно, играл свою роль. Но, во всяком случае, для широких масс лаосского населения, ну, может быть, они слово, так сказать, на латинских корнях нейтралитет, они не понимали, а вот слово, которое по-лаоски буквально звучит серединный пенкан, да и на тайских языках, они это очень хорошо понимали. Поэтому здесь мостик к тхеровадистскому, к хераватскому общественному сознанию был самый, что ни на есть, надежный. Сумана Фома безусловно это учитывал. Вот. А дальше уже к вопросу о том, насколько, насколько я понимаю, вы так поставили вопрос, универсальна ли эта политика, годится ли она для всех времен. Ну, видимо, политика вообще, видимо, такая сфера, которая постоянно требует пищи в виде совершенствования идеологии, в виде совершенствования проектов национального развития и так далее. Если прекращается эта вот творческая деятельность у того или иного государства, тут прекращается вообще все, и закат этого государства недалек. Поэтому я думаю, что залогом того, что ну, сейчас Лаос нельзя назвать нейтралистским государством в таком, в классическом смысле слова, потому что, хотя союзнического договора с Вьетнамом нет, но есть вот эти самые отношения особой солидарности. Это, конечно, ну, для мыслящих людей все понятно, что здесь отношения практически союзнические. но тем не менее, вот, как говорится, на подсознании, да, вот эта вот геополитическая диктатура, да, о том, что Лаос все-таки ориентирован на такое вот, на некий срединный путь, на нейтралистскую политику, все это остается. И я думаю, что да, может быть, для Лаоса и годится стремиться к такой политике, да, при этом не забывая о том, что с Вьетнамом, но нынешний режим точно не разорвать, да, вот, но тем не менее, Ханой в Янтьяну делает массу всяких допусков и массу всяких, так сказать, степеней свободы он предоставляет, иначе отношения не могли бы быть долговременными. Ханой не является диктатором по отношению к Янтьяну, там отношения близкие, да, но там постоянно идут контакты, постоянные обсуждения, и это тоже нужно иметь в виду, вот, поэтому я думаю, что при условии постоянного соотнесения нейтралистской стремления к нейтралитету на фоне меняющегося мира, Лаос может быть успешен. Я, может быть, думаю, вы имели в виду неудачу Белоруссии с ее многовекторной политикой, да, но вообще существует такое мнение, что многовекторная политика, она хороша для того, для того государства, которое само по себе является сильным. Вот вьетнамская многовекторная политика это одно, а лаосская многовекторная политика это совсем другое, поэтому лаосцам, наверное, нужно еще более филигранно подходить к выработке своей внешней политики и к внутренней тоже, потому что я уже говорила о сложностях, которые существуют внутри Лаоса, и тогда это будет успешно. То есть постоянный такой мониторинг, постоянный контроль, постоянное совершенствование своих представлений о том, кто мы есть, мы в данном случае лаосцы в этом мире. Вот так бы я ответила. Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего выпускника Мариана Шелиги. Мариан, скажите, пожалуйста, если вы могли бы подключиться с микрофоном и задать лично ваш вопрос, это было бы замечательно. Есть у вас такая возможность? Получается или нет? Я тогда этот вопрос зачитаю, потому что он немножко, конечно, из другой сферы, но, естественно, близкой к нашему сегодняшнему разговору. Скажите, пожалуйста, как относятся граждане Лаоса к растущему влиянию Китая в регионе? И большой привет из Праги. Мариан выпустился с китайским языком уже несколько лет назад и очень здорово, конечно, вот так вот, что вы с нами. С каким языком происходит? Китайским. Потому что что-то знакомое фамилия. Это молодой человек Марианна. Это молодой человек, понятно. Спасибо большое за вопрос. Он совершенно неизбежен был, когда говорим о Лаосе, обязательно о Вьетнаме, обязательно о Китае спрашивают. А сейчас даже чаще о Китае спрашивают. В том числе и те, кто побывал в Лаосе. Сейчас же туризм очень развит, причем экологический. Туризм, пожалуйста, путешествуйте по всей стране вплоть до китайской границы. Когда ближе к китайской границе приближаешься, прибываешь в провинцию Фонг-Сали, то там что-то вот все встречаешь, иероглифы, 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 и даже они порой не дублируются на лаосском языке, и вообще лаоскую речь ты не услышишь. И предприниматели китайские, и рабочие там китайские, там, кстати говоря, развиваются отрасли, различные отрасли промышленности, в частности, текстильная там развивается, вот, и даже говорят, а вообще не пахнет ли это аннексией этой территории. Если мы посмотрим на карту, провинция Фонг-Сали, она глубоко вдаётся в территорию Китая в районе провинции Юйнань. Ну, как лаосы на всё это смотрят? Ну, конечно, плохо смотрят. Дело в том, что китайские предприниматели, китайские компании, кстати говоря, южнокорейские тоже, они плохо себя ведут в отношении экологии. А для лаосов, для всех стран экологии это очень важно. А для лаосов, если мы посмотрим на физико-географическую карту, там рисовых полей-то, долинных территорий, где можно рис выращивать, а поливной рис это хлеб насущный лаосов. Их там всего ничего вдоль Меконга и его приток. Поэтому это, конечно, не нравится. И выступления были такие, но не очень, правда, такие серьёзные, не так, чтобы разгонять. Но, во всяком случае, недовольство там существует всего этого. Но, понимаете, ну, а что лаосам делать? Китайцы поддерживают серьёзной помощью лаос. Китай первый инвестор в лаосе по объёмам инвестиций. Китай это брат по идеологии. Всё-таки не нужно забывать о том, что вот эти вот режимы, ну, конечно, идеологии нынешних режимов, в том числе и лаосского, может быть, она и не идеальна, эта идеология. Я подчёркиваю, что особенно для лаоса это важно. Она находится в состоянии постоянного формирования, постоянного учёта преходящих факторов. Кстати, извините, чуть-чуть вернусь к периоду моей лекции. Вот в отношении периода 1954-1975 год я даже студентам такие вещи крамольные говорю, что в лаосе вообще-то внутренней политики не было, там сложная внешняя политика была, потому что внедрённость Соединённых Штатов в лаос была настолько серьёзной, влияние вьетнамской ситуации на лаос было настолько серьёзной, да, собственно, и влияние Китая, правда, китайцы вели себя более сдержанно в отношении того, что происходило в лаосе. Но настолько это было серьёзно, что там вообще какая внутренняя политика, когда страна фактически как бы на предметном столике и ланцетом её туда-сюда поворачивает. Вот, поэтому, конечно, не очень хорошо относятся. Вот китайцы строят, мы уже, видимо, построили скоростную дорогу из Куньмина через Гинтьян, дальше она уходит в Таиланд. Тоже это, конечно, нерадостно, потому что там большое отчуждение больших территорий вдоль этой дороги. Но это опять-таки вложение в лаосскую экономику. То есть вот между Сциллой и Хариддой экономической поддержки со стороны Китая и того, тех негативных издержек, которые это участие экономическое влечёт за собой лаосы сейчас и находятся. Но вот как им решать эту проблему, честно говоря, трудно им. Я не завидую. Но опять-таки на что надежда? Надежда на то, что мир меняется и человек, так сказать, Богом помилован в том смысле, что ему не дано знать, что его в будущем ждёт. Поэтому вполне возможно, что возникнет какой-то иной фактор альтернативный и Китаю, и Соединённым Штатам, и Вьетнаму тому же самому, на который лаосы смогут опереться. Мы пока не знаем, что это за фактор. Но во всяком случае, лаос — это страна, устремлённая в будущее. Извините за банальность. По необходимости, кроме как на будущее, на позитивное будущее, лаосам надеяться больше не на что. Так, ну, я в чате больше не вижу заявок. Коллеги, друзья, есть ли какие-то комментарии, желания высказаться? Кто-то Марк. Виктор Владимирович размахивает рукой. А, и Наталья Анатольевна Гожева. Давайте в таком порядке. Виктор Владимирович уже у нас выступал. Мы ему дадим после Натальи Анатольевны слово. Наталья Анатольевна, пожалуйста. Дорогая Елена Александровна, Алина Алексеевна, да, мне, к сожалению, у меня постоянно отключался компьютер. И я услышала эту замечательную лекцию только частями. Поэтому могу сказать, что это было чрезвычайно интересно, но вот эти лакуны, конечно, не дают мне полностью оценить вот это вот все. И мне очень это все понравилось, что когда вы говорите в 50... Вот далекая старина, 54-й год, Женевская конференция, для меня, которая как бы занимается всей историей художественной культуры, далекая старина, предположим, государства Лансан. Вот какие-то хотелось бы немножко связи услышать именно с далекой, реальной вот этой стариной в политических моментах. Ну, предположим, хотя бы политика Сетхатирата, какая она была, но это, конечно, невозможно сейчас в двух словах сказать, и все-таки провести некоторые параллели действительно с глубокой вот этой буддийской стариной и сегодняшней политикой Лаоса. Это вот, ну, просто такой вопрос общего характера. Спасибо большое, вообще, все было замечательно. Наталья Анатольевна, спасибо вам большое за вопрос, но вы меня ставите перед очень серьезным искушением. Дело в том, что это мой любимый конек, доколониальный Лаос. Это моя исследовательская симпатия, я могу об этом говорить бесконечно. Но поскольку время наше нас подклюстывает, я скажу только следующее. Если вас заинтересовал Сета Тилат, то здесь я бы сказала, опять-таки в связи с моей основной лекцией, интересная вещь состоит в следующем. Ведь Сета Тилат, он прославился в частности тем, что при нем Лансанг достаточно эффективно, в том числе политико-дипломатически противостоял бирманская агрессия. Хотя лоб в лоб Лансанг тогда не мог с бирманцами сражаться, но тем не менее противостояние было. И очень интересно, что Сета Тилат руководил лаосцами примерно, то есть не примерно, а с точностью удивительной, совпадение удивительной, точно так же, как вьетнамские императоры руководили своим населением, когда происходила очередная агрессия Китая. Уходим из наших домов, все с собой забираем, ну, вьетнамцев это формулируется пустой дом, пустой сад. То есть обесценить, максимально обесценить территорию для агрессора. Дальше, а затем развертывание партизанской борьбы, нанесение ударов такими мелкими, но болезненными укусами агрессору, в общем, те же элементы стратегии и тактики, что применялось во Вьетнаме. Я думаю, что извините, пожалуйста, я думаю, что здесь дело не в заимствованиях, а в какой-то общей традиции вот этих народов, ведь, ну, не все исповедуют эту концепцию, я исповедую концепцию прото-юва или же как единого историко-культурного региона. Я думаю, что здесь очень много общего именно вот с тех древних времен, когда только появлялись первые государства, это бронзовый век, это середина, это первые тысячелетия до нашей эры, когда этот регион, в общем-то, можно считать состоявшимся. Вот поэтому вот так бы я сказала. А еще, если говорить об истории, то, ну, понимаете, это, конечно, такая очень сдерживаемая, очень глубоко скрытая, но существующая все-таки, я не политик, я исследователь, позволю себе это сказать, тоска лаосцев по своему потерянному правому берегу. Там проживает, как известно, лаосцев нам, это Пакисан в Таиланде, северо-восток в переводе Таиланда, где, вот у меня студент был там по королевской программе для юношества, даже рис сел. Вот он, говорил, что, ну, он свободно там говорил по-лаосски. Вот, то есть, конечно, ассимиляция происходит, безусловно, но все-таки свою такую идентичность лаосцы сохраняют, и вот как свидетельствуют некоторые лаосские исследователи, вплоть до сегодняшнего дня, там матери своим детям поют колыбельные песни, в которых прославляется сын упомянутого мною Анулу Талата по имени по прозванию «Золотое копье», который боролся против сеансов за воссоздание Лансанга, который располагался на обоих берегах Меконга. В 1641 году впервые представители голландской и остынской компании посетил Лансанг и назвал его совершенно правильно Меконским королевством, потому что весь средний Меконг, он был под контролем лаосских правителей тогда. Так что я думаю вот это тоже нужно иметь в виду, когда мы размышляем о том, как аукается история далекая в современном Лаосе. Надо сказать, что сейчас все больше и больше интереса к этой истории. Сейчас вообще в известных пределах, конечно, потому что цензуру никто не отменял в подобном роде государства, но тем не менее все-таки исторические исследования становятся свободнее, привлекаются лаосцы, которые живут не в Лаосе, но которые настроены на поиск исторической истины, привлекаются ранее недоступные архивные материалы, поэтому история, она живет, конечно, в современном Лаосе. Спасибо. У нас появился вопрос от студентов, я все-таки хочу дать им тоже слово, поскольку у нас достаточно большая студенческая аудитория, а потом уже Игорь Владимирович завершит это все. Олеся, скажите, пожалуйста, Олеся Покусаева задает в чате вопрос, вы могли бы его сами задать, включив микрофон? Да, да, конечно. Во-первых, спасибо большое, Елена Александровна, за вашу лекцию, и я хотела спросить, вот как раз вы сказали о том, что идеология социалистическая в Лаосе не так уж идеальна, и что в Конституции не говорится о социализме в отношении Лаоса. И мой вопрос... Говорится о социализме с 2003 года говорится о социализме, восстановлено, а вы сказали не говорится. А, наверное, я просто перепутала. Но, тем не менее, мне просто интересно, в принципе, есть ли вероятность того, что Лаос в какой-то момент откажется от социализма или нет, и если нет, то почему Лаос держится вот этого строя, который существует сейчас, при том, что были проведены экономические реформы в рыночную сторону, чтобы войти в Иссиан, то есть, но почему это все-таки сохраняется, пятилеткие планы. Спасибо. Спасибо. Я поняла вас, Олеся, спасибо за вопрос, рада вас видеть, мы так давно не виделись и с вами, и с вашей группой в целом. Вы знаете, это тоже вопрос, кстати говоря, совершенно традиционный, когда говоришь о современном Лаосе. Но для того, чтобы... Я бы начала с такой вот жесткой формулировки. Для того, чтобы пал режим нынешний в Лаосе, нужно, чтобы пал режим в современном Вьетнаме и в Китае. Вот. Это эти две страны, которые связаны друг с другом в общем-то с комминтерновских времен. Ведь народно-революционная партия Лаоса, так сейчас называется правящая партия, с 1972 года, с 1972 года, в 1955 году она родилась как народная партия Лаоса. Потом, когда Лаосцы поняли, что только через революцию, через смену существующего строя они освободят Лаос от гражданской войны, от американского засилия. Ведь народно-революционная партия, она наследница коммунистической партии Индокитая. И не случайно вот эти 300... А коммунистическая партия Индокитая в свое время была тесно связана с КПК, через Коминтерн и непосредственно с КПК. А в нынешней ситуации реализовывать свои социалистические проекты вот эти три страны, прежде всего страны, скажем так, с точки зрения социализма младшей, Вьетнам и Лаос, они могут только прочно держать за руки всех втроем. Хотя противоречий существует масса. Не случайно мне задан вопрос, как Лаосам нравится серьезное проникновение Китая в их страну. Но Лаоский режим, он часть тех режимов социалистических, которые существуют в этой части Азии. А с другой стороны, вот вы говорите вроде бы рыночной экономикой и так далее. Понимаете, вот вы меня выводите на очень серьезную тему, которую я, боже упаси, за неименем времени не собираюсь развивать, ее только обозначу. На очень серьезную тему. Я когда-то Виктору Владимировичу, который меня тоже в свое время выводил на эту тему, предлагал организовать специальный какой-то круглый стол на эту тему. А что есть социализм современный в Китае, Вьетнаме, Лаосе, может быть, и Северную Корею затронуть? Вот что он есть с точки зрения теоретической, что он из себя представляет как феномен? То, что это феномен, это безусловно. Вот анатомизировать это явление было бы очень интересно, потому что вот эти рыночные признаки, когда вроде бы люди богатые, долларовые, миллионеры появляются, люди запросто путешествуют по миру, для этого нужно иметь большие деньги, молодежь вообще лаосская, вьетнамская, ее не отличишь от японской, южнокорейской молодежи, вроде бы все так похоже. но тем не менее различия есть, различия серьезные и не хлебом единым жив человек. Я не хочу этот вопрос развивать, потому что это вопрос серьезной дискуссии. Я просто некоторые такие пунктиры обозначу. Во-первых, не хлебом единым жив человек. Во-вторых, в буддизме есть такое понятие лобхаа. Не догадались, что это такое? Это жадность. Это те клеши, которые замутняют сознание человека и мешают ему вырваться из сансары и идти по восьмеричному пути к нирване. А капитализм как раз и ассоциируется с этим лобха. Это жадность, это то, что не может быть постоянным, то, что не может быть целью жизни, не может быть целью развития. Это средство развития, это средство активизировать те производительные силы, которые еще не полностью использованы в деле подъема экономики. Собственно, и сами руководители так это и формулируют. И Хошимин об этом говорил. И НЭПовская наша концепция с этим была связана. Поэтому рыночная экономика, это не цель развития, это не остановка развития, это всего лишь средство развития. А что будет дальше, посмотрим. Во всяком случае, приедете в Лаос, увидите на детях красные галстуки, узнаете, если сейчас еще не знаете, существует аналог комсомольской организации, называется Народная революционная молодежь Лаоса. В Вьетнаме то же самое. То есть, понимаете, режимы прочные, они прочны, не только штыками, хотя не без этого. Они прочны убежденностью. Вот лаосцы, сейчас я не буду называть имен, но люди, в общем-то, далекие от революции, они называют период после 75-го года после освобождения. Вот вдумайтесь в эти слова, да? После освобождения. То есть, 75-й год воспринимался как освобождение от чего-то тяжкого, от чего-то, что разлагало людей, что мешало им жить быть самим собой, в конце концов. Вот так бы я ответила на ваш очень непростой вопрос. Спасибо. Да, вопросы у нас как на подбор сложные, и, конечно, выводят нас на огромное количество других снежных и сложных вопросов. Виктор Иванович, вам слово, если вы хотите что-то подытожить, потому что у нас уже, к сожалению, отведенное нам время выходит, и многим ребятам надо переключаться на другие занятия. Пожалуйста. Екатерина Валерьевна, у меня пять минут есть? Ну, уже вот сейчас начинается пара следующая, Может быть, в минутку? 12.10? Нет, нет, есть три минуты, Виктор Иванович. Ну, хорошо. Сначала скажу, что пока Елена Александровна отвечала на предыдущий вопрос, у меня возникло желание забыть свой комментарий и переключиться на то, что говорит она. Но не стану этого делать. Просто поблагодарю вас, Елена Александровна, за то, что вы вернулись к этой идее, которую обязательно нужно будет иссуществить и очень надеюсь на то, что вы в этом активно поучаствуйте. Комментарий у меня к одной, мне кажется, очень важной констатации, которую сделала Елена Александровна, которую не надо забывать никому, кто берется вот за темы, близкие к тому, о чем говорили сегодня. Это заявление Фам Ван Донга по итогам Женевской конференции о том, что Вьетнам не полностью удовлетворен его результатам и что без борьбы объединение Вьетнама не состоится. Вот здесь ключ к судьбам нейтрализма в Индокитае на протяжении последующих трех десятилетий. Понимаете, во-первых, ну, начнем с того, что существовало колониальное, но все-таки более или менее единое политическое пространство французского Индокитая. В этом пространстве возникла компартия Индокитая, в которой берут свое начало освободительные революционные движения всех трех стран Индокитая. Ну, если посмотреть просто на карту Лаоса, то становится понятно, что в тот период до 75-го года он был сплошь окружен странами, чье соседство абсолютно не способствовало поддержанию нейтралитета. В том смысле, что это были насквозь пересоединившиеся страны. Достаточно упомянуть Южный Вьетнам и Таиланд. Но с другой стороны, там были Китай, там был Северный Вьетнам и вот сумма всех этих обстоятельств, конечно, ставила под колоссальное напряжение политическую элиту Лаоса. Но в порядке иллюстрации своего тезиса не могу не упомянуть, что тропа Хо Ши Мина, которая была абсолютно необходимой жизненной линии Северному Вьетнаму для поддержания той борьбы за национальное освобождение, которую он вел, пролегала и через Лаос одним участком и через Камбоджу другим. Дальше не буду развивать эту мысль, я думаю, я сказал достаточно, но еще раз подчеркну, вот этот тезис, сформулированный Еленой Александровной, напоминание об очень важном элементе вьетнамской позиции, его необходимо помнить всем, кто касается этой темы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Владимирович, и спасибо еще раз Елене Александровне за то, что она нашла время, возможность в наше непростое время к нам присоединиться, и всем нашим слушателям, которые, как мне кажется, очень заинтересованно участвовали, хотя не все там задавали вопросы, но такая особенность формата Zoom нашего онлайн, мы немножко теряем вот это чувство аудитории, чувство заинтересованности, но мне кажется, что невозможно было остаться незаинтересованными, вот слушая такую замечательную лекцию. Ну и, конечно, многое осталось за скобками, за пределами, будем воспринимать это как повод встретиться еще раз и поговорить больше на, ну, более широкий круг вопросов. Спасибо всем еще раз большое за внимание, за участие, за вопросы, за комментарии и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.